Список работников, которые могут получить компенсации по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» расширен. Сегодня об этом на заседании регионального правительства заявил глава Минздрава. Проектное постановление расширяется категория лиц, которые вправе получить единовременно компенсационные выплаты. Данные выплаты будут предоставлены медицинским работникам, завершившим обучение в образовательной организации, в том числе на основании договора о целевом обучении. При трудоустройстве медицинской организации расположены в месте его проживания, то есть это в сельско-населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тысяч. Как отметила Владимир Степанов, расширение списка получателей выплат позволит улучшить кадровую ситуацию в отрасли. Отмечу, что в этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Чувашии на селе согласились работать 10 врачей и 8 фельдшеров. В ходе заседания регионального кабмина глава профильного ведомства подчеркнул, что в прошлом году в развитие отрасли были вложены рекордные средства – порядка 30 миллиардов рублей. Львиная доля денег пошла на техническое переооружение системы здравоохранения и модернизацию первичного звена. В Минздраве также подсчитали, что по программе «Госгарантии» на каждого жителя Чувашии в 2021 году пришлось по 10 посещений поликлиники, в половине случаев с целью профилактики. Каждый шестой лечился в стационарных условиях. Владимир Степанов также озвучил сумму, которую Минздрав тратит на поддержание здоровья одного жителя республики – почти 19 тысяч рублей. Цифра, по его словам, год от года растет. Какие еще темы обсуждали на заседании регионального правительства, расскажем в нашем вечернем выпуске в 21.05. Субтитры создавал DimaTorzok